Сегодня второй день работы Медиафорума Общероссийского Народного Фронта. Там сейчас находится наша коллега Ольга Пырочкина. Есть слово. Добрый вечер, коллеги. Сегодня второй день работы Медиафорума Общероссийского Народного Фронта 2019. Сегодня эксперты презентовали ряд новых проектов. Вот, например, проект «Легион за Бог». Здесь речь идет о развитии палеотивной помощи в регионах. Интересный проект «Служба занятости 2.0». Здесь уже речь идет об актуализации, о модернизации работы службы занятости для населения. Еще один проект, который, я думаю, будет очень актуальным для Чуваши, это «Село. Территория развития». Сзади меня находится стенд этого проекта. Смотрите, некоторые статистические данные. 153 тысячи сельских населенных пунктов сейчас у нас в России. 20% населения имеют уровень дохода ниже прожиточного минимума. Представьте себе. Больше 4 тысяч школьников обучаются во вторую и третью смену. Ну и много других интересных данных. Сейчас мы попробуем побеседовать с представителем проекта. Пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Брислан. Да, Брислан. Данный проект мы начали недавно, буквально две недели назад. Проект на площадке Всероссийского пунктов фронта. Мы ее запустили. И первая стадия это идет посредственно формирование активов на МИСРА. То есть сельских населенных пунктов, муниципалитетов и так далее. Посредственно те люди, которым безразлична судьба своей родины малой, района и так далее. Но если у нас не будут такие заинтересованные люди вовлечены в проект, соответственно, качественной реализации у нас не будет. Я понимаю, что эта программа действительно актуальна. Стоит достаточно посмотреть на вот эти цифры. А все-таки активисты. Но они всегда, мне кажется, существуют какие-то активисты. Какие инструменты будут в руках, чтобы воплотить проект в жизнь? Ну а в первую очередь, как бы, отобранный проект нашей активисты, они будут проходить обучение. И дальше, на стадии одобрения проекта Минсерхоза, точнее, госпрограмма комплексного развития сельских территорий, которая будет уже начать реализация с первого января 2020 года, это тоже охватывает все направления села, то есть качество жизни на селе. Жители непосредственно сами-сами будут не просто следить, а не будут еще предлагать. Действительно, никто не знает, да, на самом деле, проблемы села лучше, чем жители самого собственного села. Кроме того, к концу 2019 года эксперты обещали представить некий общественный стандарт села. Ну что ж, мы будем следить за этими и другими проектами. Студент? Спасибо.